всем привет друзья с вами снова аквамены и я вас приглашаю в путешествие по микро миру водоросли сегодня вам покажу водоросли под микроскопом под разным увеличением и да то что есть на превьюшки она тоже будет в видосе есть вообще шокирующие кадры прям вообще неожиданный поэтому не переключайтесь заодно я вам расскажу немножко о пигментах водорослей так сейчас вы на своем экране видите кладофору при увеличении 64 крата а вот сейчас уже 160 крат и мы видим что она преимущественно зеленого цвета да благодаря тому что в ее клетках находится пигмент хлорофилл то есть он преобладает этот пигмент хлорофилл в клетках кладофоры именно поэтому данный тип водорослей окрашен различные оттенки зеленого в красных водорослях очень много пигмента фикоэритрина который как раз таки дает водорослям красный цвет в бурых водорослях присутствует пигмент фукоаксантин он бурого цвета соответственно разным водорослям придают цвет различные пигменты что же такое пигменты пигменты нужны для процесса фотосинтеза мы знаем что фотосинтез это процесс разложения воды и углекислого газа с последующим построением из водорода углерода и кислорода всевозможных видов органических соединений да самое интересное что пигменты накапливают солнечную энергию то есть фотоны солнечного происхождения эти фотоны как раз и используются для разложения воды и углекислого То есть пигменты это как батарейки, которые аккумулируют в себе энергию солнца. Причем пигменты накапливают все виды солнечных фотонов. Сейчас, кстати сказать, вы на своем экране видите спирогиру в увеличении 64 крат. Это водоросль, которую химозными способами практически не извести. Только механика, только наматывание на палочки, убирание, уборка ее видимых скоплений руками и прочие-прочие манипуляции. Итак, пигменты накапливают не только фотоны видимого спектра. Они могут также накапливать инфракрасные и радиофотоны. Да, причем мы знаем, что свет с различным успехом проходит через водные толщи. Нет, я сейчас не говорю об аквариумных недрах, когда у нас высота аквариума 40, 50, 60 сантиметров. Нет, здесь идет счет на десятки, сотни метров. Мы знаем, что наименее проходит через водные толщи красный цвет. Соответственно, в океане, то есть именно кораллы, именно вот это вот все океаническое, оно в основном растет в синем спектре. Просто потому, что синие, фиолетовые, они наиболее успешным образом проходят через воду. Да, причем на разных глубинах растут различные по цвету водоросли. И это логично, потому что разные пигменты накапливают, потому что пигменты у нас как раз таки аккумулируют разные фотоны. То есть разные длинные волн получаются у нас. То есть на одной глубине растут водоросли одного цвета, на другой глубине водоросли другого цвета. Сейчас мы видим на своем экране водоросль Борода. Да, Борода, она же вьетнамка. В англоязычной литературе это все одно и то же. Есть еще водоросль Олени Рог. И вот, к сожалению, в отечественном сегменте аквариумистики эти три водоросли, три названия, они путаются. Они путаются и скрывают два вида водорослей. То, что называется Олени Рог. Его я вам не покажу, потому что я его не нашел. И Борода или Вьетнамка. То есть это пушок на кромках листьев. Черный такой, бурый пушок. Да, двигаемся дальше. Я уже сказал, что разные пигменты, они могут аккумулировать фотоны солнечного света. Причем, в зависимости от цвета пигмента, количество фотонов может быть тоже разным. Да, самые энергоемкие это красные пигменты. Да, на самом деле есть целая наука, изучающая водоросли. Называется она альгология. Там описаны различные закономерности. Куча всяческой интересной какой-то маркировочной информации. Куча всяких фишек и плюшек. И, естественно, в рамках видеоролика мы вот это все с вами не сможем прочувствовать. Сейчас мы видим нитчатку. Зеленая водоросль тоже основной пигмент. Это хлорофилл. Здесь у нас при увеличении 64 крат мы ее можем наблюдать. Одна из самых распространенных водорослей. И одна из самых легко выводящихся водорослей. Хочется также сказать, что у нас в аквариуме конкурируют в основном три составляющих. То есть за питание у нас борются три составляющих. Это могут быть высшие растения. Это могут быть водоросли. И это могут быть бактерии анаэробные, которые поедают в частности, к примеру, нитраты. Соответственно, если у вас что-то одно хорошо существует, у вас другое просто-напросто нормально не развивается. Да, еще какой интересный момент, это то, что для роста одних водорослей, к примеру, одного цвета, нужен определенный спектр. Для роста другого цвета водорослей нужен, соответственно, другой спектр. И еще по поводу пигментов. Они хранят не только видимый спектр. Нет, они еще и хранят инфракрасное излучение, и радиоволны, и ультрафиолет. Соответственно, по-разному они могут его накапливать. Здесь мы видим уже нечатку при увеличении 160 град. Кстати сказать, еще водоросли отличаются от высших растений тем, что у них более слабые связи. То есть у них более слабая клеточная мембрана. К сожалению, при вот таком увеличении, мы не то что мембрану, мы ядро не сможем даже здесь рассмотреть. Нормально хотя бы какие-то очертания. Несмотря на то, что спирогира является, в принципе, крупной водорослей, у нее крупные клетки. И умудряются рассмотреть. Нет, мы здесь не сможем это прочувствовать в полной мере. Дальше, дальше у нас пошли интересности. То, что у меня завелось на ферме аквариумных растений, то, что я считал ошибочно водорослями ЖДА, они называются, это оказалось совершенно не то. Это сине-зеленые водоросли. Да, друзья, при увеличении 64 крат мы можем понять, что это в принципе не какая-то сморканутая сопля, размазанная по грунту сине-зеленым веселым цветом. Нет, это тоже микронитчатые водоросли. Их еще называют цианобактерии. И, в принципе, у них еще несколько названий есть. Так вот, это вот как раз-таки сине-зеленые водоросли. Это не ЖДА, с которыми проблемно как-то вообще вести дела. Нет, это все значительно проще. И взглянуть на все, это мне как раз-таки помог микроскоп. Таким образом, вот они, они мельчайшие, волосатистые водоросли, которые могут образовывать и пленку на поверхности воды, которые могут покрывать слоем толстым, причем и не очень толстым. Могут грунт, декорации, все заволакивают, препятствуют тем самым росту высших растений, потому что свет до высших растений не доходит. Да, отлично эти водоросли сине-зеленые побеждаются перекисью водорода. Еще лучше, если, конечно, вы баланс нормализуете, потому что любой химозой травить это только временные какие-то действия. Нужно искать причину. Если все хорошо, с равновесимым с балансом в аквариуме, водоросли, как правило, вообще не тревожат в таких количествах, что обращайте на них внимание. Таким образом, здесь у нас представлены сине-зеленые водоросли при увеличении 160 крат. Дальше, двигаемся дальше и на самом деле следующая водоросль это открытие для меня. Попробуйте, ну ладно, вы уже успели прочитать, что это кологлосса. Да, это благородная водоросль, которая вроде как краснобурая. Самая интересная из всех водорослей представленных структура. Да, обратите внимание, что здесь есть части двух типов. Есть что-то нитчатоподобное, а есть вот прям структуры, похожие чем-то даже на какие-то высшие растения. Она бура, коричнево, красная. Скорее всего, если присмотреться, можно увидеть очертания даже клеток. Здесь вообще на кальмара или осьминога похожи. На этом все. Оставляю вас кологлоссы наедине. Я надеюсь, вам была эта информация интересная. Обязательно пишите комментарии, делитесь этим видео. У нас с вами был Аквамен. Увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok